Группа ЭВР, любители магнолий, посвящается. Тут недавно ребята ролики записывали, какая магнолия, как выдерживает, какие морозы. Так вот, посмотрите. Начну от самых устойчивых и до самых неустойчивых перейду. Это у нас магнолия Мэриленд. Магнолия Грандифлора Мэриленд. Мэриленд. Пережила два похолодания, два вторжения. При первом вторжении неделя была без разморозки. Во второе вторжение там около 10 дней без разморозки. Самое холодное было минус 15 градусов. А иногда бывало, что днем не выше, чем минус 9 поднималась температура. Цвет достаточно неплохой, насыщенный. Но кое-где, кое-где встречаются на самых старых листьях вот такие вот моменты. Но в общем, если в фон растения посмотреть, сохраняется зелень и насыщенность неплохая. Вторая идет. Магнолия Альта. Посмотрите, небо и земля растут в одинаковых абсолютно условиях. Но с листьями, видите, что произошло. Подгорел на солнце или на морозе. Неизвестно, но повреждения вот они на глаза. Прям явно видно. И третья. Магнолия Гристианэйсис. Выглядит намного лучше, чем Альта. Но все-таки, я думаю, похуже, чем Мэриленд. И еще одна. Магнолия Грандифлора Эдит Богу. Условия у нее почти те же, как у тех магнолий зимовки. Но единственное отличие на нее не попадает солнце. Если там хоть несколько часов попадает солнце на растения, то здесь не попадает вообще. Дом закрывает. Она выглядит неплохо. Зеленая. И повреждений почти нет. Только на молодых, последних приростах, осенних. А так, старые листья достаточно зеленые. Достаточно насыщенные. Продолжение следует.